Всем привет! Я историк моды Анатолий Вовки. Сегодня мы с вами посмотрим, в чем приходят гости на премию BAFTA. Давайте сразу же с вами определим, что благодарностью за это видео будет ваш лайк и, конечно же, нажатие на колокол. Не забывайте, пожалуйста, что у меня есть свой телеграм-канал. Ссылка на него, как, впрочем, и на инстаграм, будет прикреплена в закрепленном комментарии. Ну и, конечно же, мы будем очень рады каждому комментарию, потому что это позволяет выводить эти видео в рекомендации YouTube. Начнем мы, пожалуй, вот с этого платья. На мой взгляд, это одно из самых необычных платьев, платье, которое показывает чистое, светлое небо. Кто же это перед нами? Это Милли Симонс, американская актриса театра и кино, и платье Оскара де Лоренто. Я пытаюсь снять видео в условиях того, что в Петербурге вдруг появилось солнце, и если я сажусь как-то не так, то, конечно же, оно своими лучами ласкает мне лицо, но и при этом кадр выглядит не очень правильно. Мне придется лавировать между тем, что нам покажет солнце, и между теми кадрами, которые я хочу вам показать. В любом случае, платье этого бренда выглядит вот так. Давайте посмотрим на то, как бренд показывал это платье. Конечно же, это было на открытой природе, что, несомненно, подчеркивает этот принт. Хорошее летоплатье, да, но оно, опять-таки, настолько весеннее, настолько радостно, что далеко не каждому подойдет. Ее инфантильная, я не побоюсь этого слова, внешность, такая детскость, отлично подходит к этому принту. Все-таки принт немножко детский. Хочу вам сказать, что многие дизайнеры очень часто используют принты неба. Вот так, например, вот здесь, в коллекции Louis Vuitton, мы могли видеть с вами тоже небо. И у Яны Рудковской был чемодан с облаками. Кстати, о гардеробе Яны Рудковской вы посмотрите мое отдельное видео. Хочу показать вам вот это платье. Оно гораздо интереснее, несмотря на то, что у него нет открытых зон декольте ни спереди, ни сзади. Платье действительно олицетворяет собой элегантность. Что же это за бренд? Бренд, конечно же, угадывается сразу по черному цвету и по силуэту. Это бренд Saint Laurent. Да, как вы понимаете, брендинг известных марок иногда убирает те или иные слова. Так Christian Dior превратился в Dior, так Yves Saint Laurent превратился в Saint Laurent. Подкладные плечики. Emma Appleton выбрала правильное платье. Ну и давайте говорить откровенно, черное платье на красно-ковровой дорожке, это вообще один из самых лучших вариантов. На что это похоже? Это похоже на звездное небо. И обратите ваше внимание, что намослят это одно из самых верно подобранных платьев на этой красной ковровой дорожке. Потому что многие сегодня, пытаясь эпатировать, забывают о том, что есть понятие элегантности, что есть понятие стиля, есть понятие недосказанности. Что касается мужских нарядов, я хочу обратить ваше внимание на наряд Дэниела Калуя. Британский актер угандийского происхождения. Что же это за пальто? А пальто, как вы понимаете, из нашумевшей коллекции Prada 2022 Ready to Wear. То есть, проте-порте готовое к носке. Пальто вот с этими наркавниками, я по-другому не скажу, это такие широкие манжеты, которые перекочевали с линии кисти на линии предплечья. Если мы с вами внимательно посмотрим на то, что было на показе, то увидим, что на показе, к сожалению, пальто так не играло, как на нем. Во-первых, пальто было оверсайз, не всегда оверсайз смотрится хорошо. Тогда, когда на этой фотографии мы можем видеть действительно очень правильно подобранный размер. Хотя, нам тоже кажется, что он немножко оверсайз. Просто он шире, и из-за этого формируется правильная пропорция. Плюс большой размер ноги, что мы можем видеть по его обуви. С чем можно было сочетать с черными брюками, с белой водолазкой? Ничего, в принципе, более логичного здесь не могло быть. Что касается меха, то мы можем с вами его рассмотреть вот на этой фотографии. Многие дизайнеры отказываются от меха, многие используют искусственный мех. О вашем отношении к меху вы напишите в комментариях, для того, чтобы я посмотрел, как в нашей стране люди относятся к меху. Есть официальный дресс-код, но есть еще нотка эпатажа. Что касается эпатажа, то главным человеком, который эпатирует всех на протяжении уже, наверное, 20 лет, но, может быть, чуть поменьше, это Леди Гага. В чем появилась Леди Гага? Она появилась вообще не в свойственном ей бренде. Бренд Ральф Лорен. Хочу вам сказать, что Ральф Лорен и его родители родились на территории Российской империи. Все-таки самый американский дизайнер. Несмотря на свои корни, он действительно научил американцев одеваться по-американски. Но вот это платье, кто-то скажет, абсолютно не американское. Нет, это платье восходит к 30-м годам золотого Голливуда, когда такие актрисы, как Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Грета Гарба, Клория Суэнсон, Бет Дэвис и прочие-прочие-прочие носили такие платья. Это очень напоминает платье в фильме «Everyday's Holiday». По-моему, так назывался этот фильм. Тот фильм, костюмы которому создала Эльза Скиапарелли. Вот посмотрите на Мэй Уэст, посмотрите на Леди Гага. Вот как раз-таки американистая Америка. Единственное, что вас должно здесь смутить, и меня это, конечно же, сразу же навело на определенные мысли, это рост Леди Гаги. Но как бы непропорционально. А знаете почему? Потому что у нее была особенная обувь. Вот как выглядела эта обувь. Да, каблук тут, простите меня, напоминает там немного цоколи. Кстати, цоколи, как один из ужасающих аксессуаров эпохи Возрождения, был мною рассмотрен в видео об аксессуарах этой эпохи, эпохи Ренессанса. Посмотрите, пожалуйста, если вдруг вы еще не видели. Помимо этого, хочу обратить ваше внимание на колье, серьги и браслет бренда Тиффани. Давайте чуть детальнее посмотрим на эти украшения. Вот что мы можем видеть. Самое главное, что хотелось бы мне сказать, так это то, что Леди Гага умеет носить украшения. Носить украшения требует действительно большого опыта. И зачастую украшения смотрятся ужасно. Здесь мы можем видеть браслет с изумрудами, колье с изумрудами и, конечно же, серьги в пандан. Не всегда Тиффани это огромные украшения. Как, например, вот на этой фотографии. Об этом колье я уже рассказал в видео. Самые дорогие наряды на Оскар. Дива ли она сегодня? Да, она голливудская дива. Идет ли это платье? Конечно же, идет. Я вообще не помню плохих нарядов Леди Гаги. Ну вот прям вот, чтобы вообще были откровенно ужасные. Все-таки команда стилистов, которые одевают ее, понимают толк в мероприятиях, куда она отправляется. Что не сказать, например, про Сиену Миллер. Я уже много раз говорил, что драгу бренд это не показатель хорошего кроя. Это не показатель хорошей одежды. Это уж тем более не показатель элегантности. Посмотрим с вами на вот это платье. Платье Гуччи Сиена Миллер. Британа, американская актриса и фотомодель. Боже мой, какое уродливое платье. Где они его взяли? Где они его взяли? Они нашли его где? В мусорке? В помойке? Даже я, когда жил во Франции и ходил по помойкам, и находил там потрясающие вещи, в том числе я уже рассказывал о некоторых вещах известных брендов, не видел такого. У меня складывается впечатление, будто бы взяли платье 1881 года, бальное платье, от него отрезали лифт, пришили к нему ночнушку, и вот что у нас получилось. Куда эти уродливые перчатки с брендингом Гуччи? Куда эта мятая ткань? Куда этот бал? Господа, мы живем не в эпоху тюрнюров. Да и простите меня, это что за наряд? Кокотки? Это что за наряд? Стиль провокассион, проститюсион. Да, здесь, конечно же, есть потрясающие акценты в виде колье. И на этой фотографии, и на этой фотографии, это единственное, на что мы можем посмотреть, и не зажмурив глаза, отвернуться, чтобы высказать свои отвращения по этому поводу. Но какая улыбка, как она прекрасно позирует. Неужели она не понимает, что платье-то попахивает, мягко сказать, безвкусицей? Действительно, что касается украшения, это колье Бушхон. Бушхон, потрясающее колье. Эта коллекция называется Пумпун Коллексион. Бушхон, или по-русски Бушрон. Бушрон создает хорошие вещи. Причем, посмотрите, у нее и серьги такие. Коллекция Пумпун, да, если говорить по-русски. В общем, эта коллекция Пумпун единственная услада для моего взора. Господи, лучше бы она не поворачивалась. Ей-богу, ну как можно было, вообще, подойдя к зеркалу, сказать себе, дорогая, ты прекрасно выглядишь? Наверное, такое и не случилось, потому что, извините меня, и, кстати, не нужно упрекать меня, как это называется, эйджизм, мизогения и женоненавистничество. Это все ерунда. Я все-таки специалисты, говорю по делу. Это не вкусовщина, это действительно очевидный факт. Платье отвратительное. Что можно сделать с таким платьем? Ну, разорвать на тряпки и что-то, что-то помыть этим платьем. В принципе, будет не так и противно. Нет, может быть, они просто не подготовили его, и, может быть, у этого платья были действительно другие варианты, и на другой даме это смотрелось бы лучше, но здесь просто нужно было правильно его продемонстрировать. На показе это платье, посмотрите, как хорошо выглядело эффектно. Где вот это буа в стиле мадам Жоржетта? Нет этого буа, понимаете? И перчатки-то были другие в стиле думинатрисы. Что касается стоимости колье, 181 тысяча долларов. Давайте посмотрим на это колье. Как интересно, как необычно, но все-таки все эти идеи давно-давно уже кочевали от одного бренда к другому. Ну, в конце концов, каждый бренд делает то, что считает нужным. Сегодня, кажется, уже все придумали. Даже кольца в форме животных. Я, кстати, вам тоже сегодня их покажу. О, здравствуйте! Ребекка Холл, британская актриса. А это платье. Платье, судя по прозрачности, по силуэту, конечно же, это платье Диор. Мария Грация Кюри действительно создает уникальные вещи, но зачастую забывая еще и о том, что они не всегда смотрятся очень даже женственно. Здесь, конечно, очень все хорошо продумано. И тут встает вопрос, конечно же, в освещении. Если мы с вами смотрим на эту фотографию, кажется, все просвечивает, то вот здесь выглядит все гораздо примитивнее и не так романтично. Романтика присутствует в этом бренде. Это и ткани, и это, конечно же, вышивка. Но все-таки давайте говорить, что на модели, что на ней смотрится очень даже хорошо. Я хочу вам показать просто, из какой ткани это все изготовлено, чтобы вы понимали, что это бренд Диор, а не бренд Катя Шмаровозова. Я действительно вам покажу детали этой ткани, и вы поймете, что Диор это всегда утонченный силуэт и утонченные ткани или вышивка. Кстати, может быть, если вам интересно, я постараюсь снять о том, где вообще в России можно купить хорошие ткани. Ткани, которые не хуже, чем ткани на показах модных домов. Напишите обязательно об этом в комментариях. Если будет много комментариев, я с удовольствием вам продемонстрирую и сниму детально эти произведения ткацкого искусства. Боже мой, что мы хотели этим сказать? Флоренс Пью. Номинантка на премию Бафта и Оскар за роль в фильме «Маленькие женщины» 2019 год. Платье Каролина Эррера. Я всегда говорю, что Каролина Эррера – это очень хорошее платье, но вот этот хвост, господа, куда этот хвост? Для чего он нужен? Вот скажите мне, что она хотела этим сказать? А вот так растянув его этот бант, я не понимаю. Еще раз привлечь внимание к ногам, так не самый лучший вариант, знаете ли, обратить внимание на свои ноги. Посмотрите на этот тюль, этот ужасный тюль, который выделяется на фоне этого короткого платья. Если Каролина Эрера действительно умеет создавать одежду для людей с невысоким ростом, то вот это абсолютно провальный наряд. Провальный наряд. Что мы хотели показать, надев такое короткое платье, я не понимаю. Ну и куда этот тренд, скажите мне, куда этот тренд? Давайте посмотрим на серьги Бушрон. Серьги, которые стоят, внимание, 109 тысяч. О да, вот эти серьги. Слушайте, мама дорогая, как все ужасно смотрится. Вблизи это смотрится ужасно как. Нет, я не понимаю. Я даже не хочу это понимать, абсолютно не хочу понимать. Вот здесь с длинными ногами смотрится очень хорошо. Но когда короткие ноги, господа, такого нельзя себе позволить. Но вот-вот-вот, кажется, и мы увидим ее филейную часть. Так нельзя делать. Я понимаю, что у нее обувь на три размера больше для того, чтобы удобнее было передвигаться. Но все же нет, 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 нет. Ни одной хорошей фотографии, хоть бы снизу ее снимали. Фотографы, которые наверняка от двух метров и выше не умеют снимать дам с невысоким ростом. Вунми Мосаку. Английская театральная и киноактриса нигерийского происхождения. Платье Марк Джейкобс. Ну что я могу вам сказать? Платье-то шикарное. Платье-то невероятной красоты. Платье цвета кислотного лимона. Хорошая прическа, хороший цвет, хорошая обувь. Ей это очень даже идет. Не нужно было делать такой вот акцент на груди в форме вот этих колец. Посмотрите, они делают прострочку. Я так понимаю, что они прострочили или же они нашили эти элементы. И тем самым привлекли внимание к большой груди, сделав ее еще больше. Конечно, изначально это не рассматривалось для нее. Это было оверсайз и выглядело это вот так. Но вот как можно превратить вещь оверсайз в вещь, которую немного даже и трещит по швам на уровне груди. Все должно быть в меру. Как, например, на этом платье. Тоже не подумали насчет зоны декольте. Наоми Эки, британская актриса, платье Эмили Уикстед. Ну что я могу сказать? Вообще не понимаю дизайнеров, которые разрешают носить такие платья. Если и делать рекламу, то делать, наверное, с лучшими платьями. Висит просто как труба. Понимаете? Такая вот ржавая труба. Или знаете, такое ощущение, будто бы на нее вылили просто-напросто 2 литра ртути. Еще предварительно ее обмотали целлофанкой, как бывает после антицеллюлитного массажа. Нет, такая плотная ткань абсолютно не подходит ни к ее оттенку кожи, ни уж тем более ни к данному мероприятию. Плотная ткань, жаркая ткань. Такое ощущение, что это просто неопрен, которым обмотали ее туловище. Господа, ну как можно было надеть вот это? Даже вот здесь посмотрите. Это что за русалка, у которой вдруг выросли ноги, но половина хвоста осталась? Ведьма Урсула, видимо, не доколдовала до конца. Хорошая обувь Джан Вито Росси и серьги Кортье, а что сзади? Мы хотели поиграть в японский пояс оби и не смогли его создать. Ужас, вот еще одно платье. Такое ощущение, что у Рэйчел Зеглер в платье Вивьен Вествуд вставили какой-то планшет на груди. Я понимаю, что Вивьен Вествуд отдает предпочтение историческим реминесценциям, которые открываются новыми красками в ее творчестве. Но все-таки как-то нужно рассматривать даму в контексте платья. В данном случае мы просто видим платье, которое сливается со значками на заднем фоне. И причем посмотрите, как ужасно смотрится зона декольте. Действительно, не самый лучший вариант. Ни на одной фотографии я не увидел хороший вариант. Ни на одной. Вот кроме колье Тиффани. Вот на этой фотографии это смотрится хорошо. Единственная фотография. Если бы мне показали ее, я бы сказал, что это очень даже неплохое платье. Ну правильно, там вшиты специальные косточки, которые и держат лиф, и держат зону декольте. Ох, как интересно! Катрина Балф. Ирландская модель, телевизионная и киноактриса. Платье Армани Приве. Вот оно платье. Наконец-таки мы все вспомнили про то, что Круэлла Девиль тоже влияла на моду. Это ж типичные плечи Круэллы Девиль. Это наряд Круэллы, да? Причем Круэллы в исполнении Глен Клоус. Очень похоже, знаете ли, по этим плечам с тем, что мы видели ранее. От модного дома Сен-Лоран, серьги Ван Клифф Арпельс, браслет Ван Клифф Арпельс, Snowflake, то есть вот эти хлопья, снежные хлопья. Ну и кольцо Ван Клифф Арпельс. Называется это кольцо Перли Даймонд Паве. Давайте с вами посмотрим на браслет. Да, это тот самый бренд Ван Клифф Арпельс. Арпельс, не Арпельс, все-таки бренд имеет французское происхождение. Давайте уважать французское произношение, даже если кому-то кажется, что это английский бренд. Что касается кольца, посмотрите на это бриллиантовое Паве, которое окружено вот этими золотыми жемчужинами, сделанными из золота. Да, бренд создает дивные вещи. Я рад, что в наше время многие надевают этот бренд, хотя зачастую это бушрон, зачастую это кортье, зачастую это американские бренды. Но не так много кто надевает Ван Клифф. Я хочу вам сказать, что на своих лекциях, о которых вы можете узнать в инстаграме, я рассказываю о бренде Ван Клифф Арпельса. И, кстати, хочу вам сказать, нахожу его одним из самых, наверное, интересных среди всех ювелирных брендов Европы. Ну и мира тоже. Дэйзи Ридли. Английская актриса, получившая широкую известность благодаря исполнению роли Рэй в трилогии сиквела в саге «Звездные войны. Платье Вивьен Вествуд». Да, все платья Вивьен Вествуд, я вам еще раз говорю, в этом сезоне имеют вот такие вот не очень-то приятные декольте. Отвратительно. Особенно с этой стороны низ шикарный. А само платье сползло. И это очевидно и на этой фотографии, и на этой фотографии. Не нужно было вставать в позу сахарницы для того, чтобы показать все отвратительные детали этого платья. В принципе, и в отеле мы можем видеть то же самое. Я на самом деле немного удивлен, что дамы, которые приходят на красную говровую дорожку, потеряли вообще чувство стиля и чувство пристойности. Я уже не хочу рассказывать вам о русских звездах, потому что там, по-моему, вообще не было массово этого чувства вкуса. Лишь у некоторых звезд оно присутствует. Это мое мнение, потому что одно дело сидеть в жилетке и рассуждать о моде, а другое дело прийти на красную ковровую дорожку. Но в любом случае нужно как-то посмотреть на себя, когда вы приходите хоть куда-то. Нет, ужасно. Люси Бойтон. Платье Шанель. Вот оно, вот оно, вот оно. Какое красивое платье. В принципе, как и обувь тоже Шанель. Это весна-лето 2022. Шанель имеет эксклюзивные договоры с известными брендами, которые поставляют им ткани. Этот эксклюзив позволяет этим тканям зарабатывать большие деньги и в то же время запрещает им продавать ткани во всем мире. То есть те же самые ткани, что были на показе, за исключением тех тканей, которые не были созданы исключительно для Шанель. Например, приезжает магазин тканей на производство, закупают эту ткань, ее привозят в Россию, а спустя месяц стилисты бренда Шанель выбирают эту ткань. Но она уже создана, поэтому эксклюзив на нее не распространяется. Поэтому эксклюзива на этой ткани не будет. Ой, боже мой, какая красота. Это даже не пайетки. Посмотрите, это вышивка мелким бисером. Вы видите, какая невероятная ткань и какая она сложная. Я даже не знаю, на ком она лучше, на ней или же на показе. Мне кажется, оба варианты очень даже неплохи. Кольцо Бушрон. Я хочу ему его показать, в принципе, как и серьги. Вы видите, на серьгах птички, а теперь посмотрите на кольцо. Ох, какое кольцо. Да. Немало таких колец было в фильме «Хаус оф Гуччи» на Леди Гаге в одном из эпизодов. Я, кстати, увидел и все уже специально для вас рассмотрел, рассказал и показал. Если вы не видели, тоже обратите внимание на эти потрясающие мои обзоры. А вот это один из самых важных цветов этого сезона. Розовый Валентино. Комбинезон Валентино. 22-23. Да-да-да-да. Если вы не помните, я покажу вам некоторые кадры с этого показа. Это был уникальный показ. И все здесь было в таком вот ярко... Я даже не назову что-то розовое, даже не цикламеновый, а такой, знаете, цвет фуксии. Он немного... Это цвет шокинг пинг. Цвет розовый скиапарели. И я хочу вам сказать, что бренд Валентино уже на протяжении нескольких сезонов вводит постепенно в моду яркие-яркие-яркие оттенки. На мой взгляд, это был самый удивительный показ этого сезона. Кстати, может быть, я и буду делать некоторые видео про показы. По крайней мере, нужно в любом случае вам создавать контент, потому что я искренне верю в то, что культура создана для того, чтобы выполнять созидательные функции. Помимо хлеба насущного, в этом мире есть и другие потребности. И потребности в культуре как никогда важны. И я должен продолжать свое дело. И я буду продолжать это дело, потому что это очень важно. В любом случае, поймите, что разрушить культуру очень легко. И мы не говорим сейчас о какой-то материальной культуре. Мы говорим о культуре отношения к человеку, о культуре поведения. Мы говорим о чистоте мыслей. Мы говорим о тех интеллектуальных способностях человека, которые позволяют нам улучшить нашу жизнь. Нужно всегда ставить перед собой планку. Планку культурного человека. И с каждым днем эту планку повышать. Тем самым стремиться развивать себя. И я буду продолжать делать то, что я делаю. Я буду рассказывать о моде доступной. Пусть кто-то считает, что это всего лишь навсего тряпки, которые никому не нужны. И что в России будут носить лишь только лапти. Или, скажем, белорусский трикотаж. Я с этим абсолютно не согласен. Потому что мода это действительно очень важная часть нашего общества. Как и музыка, как и балет. И мы не можем запретить всю музыку. Мы не можем запретить весь балет. Мы не можем запретить произведение искусства. Потому что если мы будем это делать, к чему мы в конечном итоге придем? Так, стоп. Все. Меня понесло. А то сейчас буду рассуждать о моем мировоззрении в отношении культурологических аспектов нашей жизни. Мое дело рассказывать про тряпки, как считают некоторые люди. И показывать их крупным планом и показывать себя меньше. Но это лишь мнение некоторых людей. В общем, господа, смотрим дальше. Что касается мужских костюмов, это, конечно же, Келвин Харрисон. На мой взгляд, один из самых лучших мужских нарядов. Причем он младший, кстати, на минутку. Костюм Бербери и брошь Тиффани. Что мы можем здесь видеть? Костюм. Мы можем видеть здесь обувь. Все это Бербери. Очень даже лаконично. Пожалуйста, обратите внимание, что мужчины тоже могут носить броши. Что броши ювелирного характера. Ну, то есть, ювелирные броши. Например, носил Карл Лагерфельд. Я знаю, что он предпочитал один и тот же бренд на своих галстуках. Не буду говорить, какой бренд. Но это бренд, известный французский бренд. И он покупал эти винтажные броши. И часто их надевал. Кстати, вот вам еще Ребел Уилсон. Платье Джамбо Тиставали. Ну, я вообще, конечно же, не узнал ее. Покажу вам ее фотографии до и после. Это, знаете, как с Адель. Такое преображение. На платье есть бант. И мы можем увидеть его и на этой фотографии. Вот видите, все-таки платье выглядит абсолютно по-другому на показе. Согласитесь. Я хочу вам сказать, любое изменение внешности, в том числе похудение, требует большого усилия внутреннего. Поэтому я хочу сказать ей, что то, что она делает, это действительно сложно. Сложно, но при этом имеет свои результаты. Я никогда не был сторонником того, что все должны похудеть. Если человеку комфортно, пусть ходит. Если кто-то упрекает его в том, что он выглядит как-то неэстетично, это проблемы смотрящего человека. Красота в глазах смотрящего. Потому что полных людей любят, когда мы говорим о полных людях. Мы должны не забывать о том, что есть множество мужчин, которые не хотят жить с худосочными девицами. И предпочитают действительно корпулентных дам. Но когда человек сам решает похудеть, вот, пожалуйста, это тот случай, когда мы можем иметь результат. А когда мы просто каждый день ругаем человека, ни к чему хорошему это не приведет. Сальма Хаек. Платье Гуччи. Ну, господи, когда они уже поймут, что не нужно так открывать декольте? Она сильно похудела, это видно. Но этот бархат, да, такого потрясающего цвета африканской фиалки, в сочетании с этими плечиками фасона 1891 года, к сожалению, делает из нее смехотворную колонну. Потому что такая большая грудь должна иметь другое обрамление. Сделали бы они ей вот такую же сетку, как по спине. Почему нужно было пускать это кружево вот на груди? Я не знаю, что у нее под платьем, а под платьем тоже кружево. Вот это очень хорошо продумано и мне нравится. Вот такой фасон, знаете ли, мексиканской версии Анны Семенович. Некоторые ее наряды очень даже хороши. Вот это платье вообще сползает вниз. Дейзи Эдгард Джонс в платье Гуччи. Что хотели сказать? Непонятно. Боже мой, а что с боков-то? Что с боков у этого платья? А, это крылья феи, крылья волшебницы сзади, понимаете? Эти окна под мышками, эти иллюминаторы, которые они попытались открыть. Наоми Кэмпбелл. Платье Бёрбери. Ну, не самое лучшее платье Наоми Кэмпбелл. Все-таки мы привыкли к тому, что Наоми Кэмпбелл показывает свою талию. А вот здесь, в принципе, она и показывает. Посмотрите на эти рукава. Да, да, да. Никого не напоминает? Конечно же, напоминает Эдвин руки-топоры. Это тот человек, который остается на плаву уже много лет. Многие известные модели, к сожалению, уходят из бизнеса. А Наоми Кэмпбелл остается ввиду своей внешности, ввиду своего характера. Посмотрите, какие фотографии она делала в свои 50 лет в Нью-Йоркском метро. Эмилия Джонс, британская актриса и певица от Илье Версачи. Что это такое? Что это за бумажки от букетов цветов? Как можно было выбрать такое платье? Я действительно не понимаю. Но платье, к сожалению, создает оптический диссонанс. Лея Сейду – одно из самых интересных платьев, за исключением вот этих нарукавников, которые, в принципе, создают ощущение чего-то чужеродного в этом наряде. Она, конечно же, приобрела новые формы. И фотографии до красной ковровой дорожки мне нравятся больше. Давайте посмотрим на эти черно-белые фотографии. Боже мой, какая фигура! Вы только поглядите, как же их похорошела Лея Сейду при Луи Виттоне. Да, да, да. О, пожалуйста, Зави Эштон. Английская актриса, драматург и кинорежиссер. Платье Эмилия Уикстед. А это платье похоже на упаковочную бумагу для цветов. Гофрированная бумага. Кстати, вы видите, что там, скорее всего, есть либо шортики, либо короткий футляр. Эмилия Бобби Браун. Британская актриса, модель и продюсер, которая родилась в Испании, но выросла в Великобритании платье Луи Виттон. Мама дорогая! Боже мой, это самое худшее платье, что я видел за сегодня. Лучше бы я это вообще не видел. Тот пример, когда тебе 8 лет, и ты пытаешься надеть платье мамы, которое ростом 1,90 метра. Как можно надеть такое платье? Я не понимаю. Тут же она надела какую-то паутину. Боже мой, как же это все висит. Накапайте мне, пожалуйста, там карвалола игристого. 500 капель. Спасибо. Слушайте, ну это действительно без бокала шампанского не разобраться. И последнее платье на сегодня это платье бренда Валентино. Коллекция 2021 года. Это кутюрная коллекция Хэлли Беннет, американская актриса. Платье, которое напоминает наряды Кристиана Диора. Конца 40-х годов на кринолине. Оно удивительное. Единственное, что красное платье на красной ковровой дорожке, особенно если это сочетается по оттенкам, не всегда смотрится очень даже правильно, потому что теряется. Ну и согласитесь, здесь платье немного потерялось. Меня больше всего привлечает в том, что модный дом Валентина. Кстати, делаю небольшую лирическую паузу. Они не забывают про своих работников. И вы знаете, в тот год, когда было представлено это платье, они еще и выпустили книгу с фотографиями своих работников. Это действительно важно, потому что этих людей мы никогда не видим. Мы видим только конечный результат. Мы видим вот эти роскошные платья. Мы не видим тех людей, которые создают эти наряды. Кстати, хочу вам сказать. В завершение я хотел бы спросить у вас. Хотите ли вы, чтобы я сделал другие видео о российских брендах? Если да, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Нажимайте на колокольчик. И вы рассказываете об этом канале вашим знакомым. Потому что здесь говорят о культуре моды.